МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании «Гомель». В студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Десять годов поспехового супрацовництва. Казахстан планует поширить линейку комбайнов на суместным предприемствам. Город будуется. У Гомеля з'явятся новые домы и новоцелый микрорайон. Подороже в доме на колах. Усе варианты нестандартных от Пашинка обмяркуют гости программы «Добрый вечер, Гомель». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Протягивается визит на Гомельщину старшинник комитета по аграрных пытаниях Мажелиса, парламента Республики Казахстан, Сапархана Амарова. Сегодня депутат ознайомился сельско-господаршей техникой, которая вырабляется в открытом акционерном товаристве «Гомсельмаш». Протприемства наведали и наши корреспонденты. Техника открытого акционерного товариства «Гомсельмаш» у Казахстане добра вядомая. Правда, там она працует под брендом «Ясиль» по назву одной из мясцовых рек. Але по сути, это простасованная до мясцовых умов «Гомсельмашовская полессия». А маль 10 годов тому у Казахстане открыли суместную вытворшасть, где собрали уже около 3000 машин. При этом гомельщане не только накеровывают своих специалистов для оказания допомоги у освоения комбайнов, але и улишвуюсь усе пропановы, які выказывают казахстанские специалисты. Тем больше, что в этой краине и климат инше, и территории куды больше значные. По предложениям казахстанских аграриев и технических специалистов сельского хозяйства, мы внесли определенные доработки в наши модели комбайнов. И сегодня, в принципе, эти доработки учтены при производстве комбайнов не только для Казахстана, а и для других рынков. Потому что в Казахстане очень большой опыт уборки зерновых культур, и их мнение для нас очень важно. Подчас наведывания «Гомсельмаш» Сапархан Амара укажет, что у его краине белорусские комбайны ценятся вельми высоко. При высокой якости яны до трех разов, тоннейшие за некоторые импортные аналоги. А тому сегодня у Казахстана разглядаются махчимости повеличения линейки машин, які избираются на суместном предприемстве. Перед казахстанскими товаропроизводителями стоит задача и развивать теперь навесное оборудование для кошения оборудования. По ним мы сейчас смотрим. Недавно наши делегации сюда приезжали, с двух областей они тоже смотрели. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Сярод и инших официальных падей этого дня – визит делегации города Чынду, Китайской Народной Республики. В программе «Ознайомление с нашим областным центром» и наведывание широку промысловых предприемств. Почасу встречи делегации с керовництвом гомельского горвыконка мы обмерковывалися махчимые на прамке экономичного супрацовництва. У перолику экспортуемых у КНР товаров переважают сельско-господарчая техника, кандыторская и молочная продукция. Однако, если в среднем внешний товарооборот «Гомель» складает около 2,5 миллиардов долларов США, уделенная вага Китайской Народной Республики у сего 50 миллионов, а тому резервы есть. С сябровским суммизем «Гомеля» и КНР 20 годов. Взаимовыгодное супрацовництво життябряются с такими китайскими городами, як Хуайань и Харбин. Зараз до них долучится и Чэнду, столица провинции Сычуань. У них проживает 20 миллионов человек. Город заявляется одним из буйнейших центров всесвятной авиапромысловости, автомобилебудования и IT-технологии. Почасу встречи с Гомельским горвыконками размова ишла про такие направления взаимодействия, как удел в экономичных форумах и кермашах, творческих фестивалях, а так само навучание в сфере китайской народной медицины. У перспективы супрацовництва Гомеля и Чэнду повинна закрануть сферы экономики, адукации, культуры и спорта. Надеемся продукции Республики Беоруссия, особенно приприятия Гомеля, которые высококачественные продукции попозже экспонируют на Китай, на городе Чэнду. Протягиваем выпуск. Где у Гомеля з'явятся новые домы, а где целый микрорайон, якие в улице чекают поширение, и коли скончится реконструкция набережная. Надказы на это питание журналісты отримали у Гомельским гарвыканками подчас брифингу, присвеченого будауничай теме. Подробязности у нашим наступным сюжете. На початку года у спися Гомельчан, якие мают потребу у поляпшения жильевых умов, было больше, как 40 тысяч человек. Для этих людей будуется жилье на быте, якое не могут на особливых умовах. Так, все лето частка з'их может отримать жильевый кредит по ставках у двоя меньших за ставку рефинансования Нацбанка. Кредит этот будет выдаваться под 50% ставки рефинансирования. На сегодняшний день это составляет 9,5% годовых. На 15 лет для многодетных семей максимальная выдача льготного кредита это 95% от стоимости квартиры, для остальных граждан это 75%. Если на сегодняшний день смотреть кредитную ставки всех банков, то это составляет где-то 15% в зависимости от банка, то 9,5% это значительно уменьшит. На кредитные сродки можно нобыть квартиру одним из домов, запланованных специально для этого проекта. Пляцовка для пеших орехтуется по улице Фядюнинского. Дом различен на 132 квартиры, а в дальнейшем тут заявится новый микрорайон под названием Фядюнинский. Другий же дом, призначенный для проекта, отримая прописку в 106 микрорайоне. Там будет 63 квартиры. Продуклежены разные варианты поплощей и колькости покоев. Чтобы отримать кредит, необходимо подать заяву в администрацию своего района. Первоочередное будет иметь, конечно же, многодетная семья право. Потом, в соответствии с указом 195-м, будут иметь приоритет судей, прокурорские работники, рядовые начальствующий состав Следственного комитета и граждане, имеющие право на социальное жилье. Жильевый фонд Гомеля будет пополняться и за кошт кропковой забудовы. Так, один дом заявится по улице Пионерской. Еще один, каля ДК Фестывальны. Будовать почнуть в этом году. Еще два домы закладут в микрорайоне Шведская горка. Дорогие, вызначенные на эту пляцуку планы Амаль реализованы. Микрорайон забудованы на 85%. На Чарзе в улице Докутович. Там, замест приватного сектора, в перспективе заявится 15 шмат поверховок. Однако, как худко сказать, покуль складано. Вы знаете, что снос довольно длительный характер носится. Не всегда нам приходится убедить сжатые сроки граждан куда-то переехать или получить другие виды компенсации, которые положены по закону. Если увидели, то один дом мы ввели в же эксплуатацию. В этом году планируем начать дом. Будем начинать еще один рядом ставить. Обличие Гомеля будет меняться не только за кошт жилой забудовы. И все это плануется по ширине Волотовской улицы до четырех полос за псталеванием светлофорами. Сносить для этого жилые домы не будут. По ширине за кране только частку огороджев и один магазин. Сдадут объект в листопаде. Так само в Довне Кирах тут и для гомельчан подарунок до Дня Незалежности. 3 июля мы будем открывать набережную. Придко положено процентов 70. По-другим, где до готовности, тоже порядка на 50%. Будет фишка, малая форма будет. Будет форма. Она скорее будет спортивна, скажем так, для молодежи. Реконструированный участок будет вытроман в том же стиле, что и территория, которая была сдадена ранее. Замест одной линии светления заявятся две. Усе спуски до воды захавают, а малюнок плитки будет повторять белорусский орнамент. Ганна Ковалева, Яуген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Сёня у прамым эфиры программы «Добрый вечер, Гомель» гаворка позе про развитие на гомельчане такого виду туризму и отпочинку, як караванинг. Дзе на гомельчане працюйте, будуются кемпінги и стоянки для кемперов. Что собой представляет подорожа у доме на колах? И чем привавные вандровки аутостопам? Отказы на гэта и иншые пытания глядачы отрымают сёня по часы эфиру программы «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь 4» у 21.40 хвилин. Выстава «Книга и культура» открылась у музеи Палаца Румянцевых и Паскевича. У яна примеркована до 500 годзе белорусского книга-друкования. У экспозиции каля 350 миниатюрных выданнёв. Гэта частка уникального приватного сбору столичного коллекционера Евгена Ксеневича, який наличивает больше, чем тысячу миниатюрных книг. У коллекции выданнёв по философии, истории, творог классиков сусветной литературы, детячие книги, атласы, а так само каталоги книг, які выпускались у СССР в другой полове 20-го стагодзя. По мерзамага маленькаго выданнёв коллекции – 5 см в должнюю и 4 см в шириню. Миниатюрные книги – особливый вид выдавецкой продукции. Их мастацкое оформление по трабой адмайстра наивысшейших уменьяў и навыкаў. Траж подобных творог, як правило, невялікі. Наведвальники выставы змогуть убачить оригинальные экземпляры миниатюрныха книга-друковання. Напрыклад, сборник вершоў и песня Дама Русака за аутографом аутара, двухтомник творог Янки Купалы, Якуба Колоса 1967 года выданнё, копию сборника вершоў, які браў сабой ў палёты советский космонаут Пётр Климук. Гэта інша новіны вы можете знайсті на нашым сайте ў интернеті па адрасе www.tivergomil.by. Далей ў эфіры «Спартывный агляд». З новінами спорту вас пазнаёмець Михаил Садоўскі. Далее. Продолжение следует...